Общественное мнение самое развратное из всех проституток. Гнуснейшая привычка карликовых умов – приписывать свое духовное убожество другим. Никто не становится другом женщины, если может быть ее любовником. На прихоти у нас всегда найдутся деньги, мы скупимся только на затраты полезные и необходимые. Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден нагромождать одну ложь на другую. Люди с тонкой душой не могут долго оставаться в этом мире. Да и как благородным, большим чувством ужиться с мелким, ограниченным, ничтожным обществом. Кто отправляется в погоню за счастьем, не должен обременять себя багажом. Ах, слава, товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо. Не проявляется ли в ней эгоизм великих людей, так же как в счастье эгоизм глупцов? Наше сердце – это клад, растратьте его сразу, и вы нищий. Женщинам свойственно доказывать невозможное на основании возможного, и возражать против очевидности, ссылаясь на предчувствие. Больше я о себе говорить не буду, счастливый человек – тема нестерпимо скучная. Мы, женщины, никогда не гонимся за тем, что никому не нужно. Всякое счастье исходит от невидения. Дар быть всюду, как у себя дома, присущ лишь королям, девкам и ворам. Почему мы не любим тех, кто нас любит, ведь они в конце концов делают все, чтобы нам понравиться? Ум – это рычаг, которым можно приподнять земной шар. Человеческое сердце делает придышки при подъеме на высоты добрых чувств, но на крутом уклоне злобных чувств задерживается редко. Надо быть отчаянным неудачником, чтобы, обладая молодостью, красотой, дарованием, не возбудить участие к себе. Хороший или дурной тон зависит от множества подобных мелочей, которые умная женщина на лету схватывает, а иная никогда не усвоит. Люсьен не подозревал, как преобразит Луизу шарф, небрежно накинутый на плечи, модное платье, изящная прическа и советы ГЖ Дейспар. Одежда – вопрос важный для человека, желающего блеснуть тем, чего у него нет, нередко в этом кроется лучший способ когда-нибудь обладать всем. Женщина, слывшая красавицей в провинции, не удостаивается ни малейшего внимания в Париже. Перестав быть палачом, вы превратитесь в жертву. Всякое самоубийство – это возвышенная поэма меланхолии. Вот жизнь, которая приличествует порядочной женщине. Если вы в моих словах не чувствуете истинной любви, вы никогда не будете достойны меня. Нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды. Какая дерзость присвоить знаменитое имя. Общество за это карает. Вот счастье, подумала та, что я ничего этому повесе не позволяла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok